Народ, всем привет! Сегодня я чуть более радостный, чем обычно, потому что давайте представим, что есть вот Неспрессо, капсульная кофемашина, ты туда ее так чпунь, кнопочку жмык, брррр, и кофе готов. А что если я вам скажу, что люди придумали ровно такую же штуку для коктейлей алкогольных? На текиле, роме, джине, водке и, конечно же, вискаре. Коньяк только не попал в раздачу, ну потому что я на самом деле и коктейлей на коньяке особо не знаю. И мы ее добыли. На самом деле она давно существует и попадалась мне то тут, то там, но только ребята из BigGeek смогли ее притащить, за что им огромное спасибо. Зашли мне, Валя, вот такую красоту. Подумаешь, я с ума сошел, уже с людьми разговариваю. Нет, просто за кадром стоит тоже Валя. Какие коктейли, ты что? Во! Капсулы! Капсулы мои любимые! Ты дальше их вскрываешь. Вот так вот стоит 20 баксов, 8 капсул. И самый кайф в том, что ты можешь подписаться на абонентскую алкоголизм историю. То есть тебе будут просто каждый день, неделю присылать вот эти штуки. Короче, здесь коктейльная заготовка. А дальше ты заливаешь бухлишко в специальные контейнеры и пошла жара. Собственно, заварить что-нибудь вкусненького, попить, поесть или намошните себе какой-нибудь коктейль. Ну, кстати, дисклеймер в начале 18 плюс не просто так. Алкоголь вообще вредит. Давайте утвердимся в этой мысли. Алкоголь очень вредно, очень плохо. Вообще не советую. Поехали. Премиум коктейли по запросу. Значит, на сайте у ребят указано, что ты сам себе хрен намошнишь такой коктейль. Это нужно обладать определенным умением. А здесь все перфект вообще в балансе. И это правда. Тот, кто делал себе домашние коктейли, наверное, согласен с тем, что сделать что-то более-менее вменяемое достаточно сложно. Что это такое? А-а-а, я понял, что это угол. Это стенд. Это чтобы все видели издалека, какой ты алкоголик. Я хочу бухать! Чувствуется, да, что я уже хочу тестировать алкогольные коктейли? Ага, все профессионально. Так, ну, замечательно. Полный восторг. Спасибо. Значит, стоит эта коктейль в районе 400 долларов? Засылай. Вот такая вот штука продается у нас за охреневшие 100 тысяч рублей. Я видел такие ценники. И прикол в том, что это абсолютно неликвидная штука, потому что без капсул ты просто ничего не сделаешь. А их тоже фиг добудешь. Понятное дело, что на острове Мэн, если вы вдруг живете на острове Мужчин или в Канаде, Великобритании или USA, то вы можете все это ловко себе доставлять, подписаться на рассылку и прочие радости. А если вы в Москве, то никакого тебе, понимаешь, счастья. Welcome to Bortezian. Конечно же, американская вилка, конечно же. Бутылки. Алкогольное величие. Собственно, народ, лухарь и бухач выглядят следующим образом. Стеклянные бутылки. Я, кстати, думал, что они пластмассовые. Нет, они стеклянные. И тут сбоку подписано, где чего. То есть где-то виски, где-то текила, где-то, соответственно, все вот это. Вот одна дополнительная на случай, если вы хотите поэкспериментировать. Ну, чё, стильно. Сверху у нас экранчик. Water only. А-а-а! Я вот думал, как они без воды живут? Вода нужна. Вот жалко, что эта штука не умеет сама сыпать лед. Это было бы вообще супергениально, потому что недоработанная конструкция. Лед надо добавлять самому. Сюда заливается вода, сюда заливается бухлишка. Здесь, соответственно, резинка, она вынимается на случай, если вы что-то промочили. Её можно достать, поменять и так далее. И сама капсула загружается вот сюда. А сверху на экранчике выбирается мощность, сила, крепкость. Во! Забыл слово. Короче, четыре варианта. От по лайту до хочу сегодня в слюне. Тут, чтобы вы понимали, восемь человек сидит, все готовы. Сегодня вечер будет не как обычно. Так, никакого предупреждения о том, что бухать вредно. Очень странно. В Америке у них нет таких предрассудков. Они такие, ты взрослый дядька, бухай сам по себе. Ну что ж, замечательно. Нам осталось только разлить бухлишко. Значит, смотрите. Мы купили, конечно, все это бухло. Я очень хочу вам сказать. Нас уже один раз прессанул фаз, поэтому больше не хочется. За кадром мы сейчас все разольем и вернемся к вам. Так, у нас все готово. Плюс-минус, значит, это текила. Давайте попробуем, как это работает. То есть, я это вставляю. Чпуньк. Какой-то буль-буль происходит. Виски. Джин. Ром. Как же это все выглядит-то симпатично. И это у нас, правильно, водка. Водка здесь. Сюда залита вода. Все произошло. Осталось это все включить. А, не, вот, вот. Завелась, завелась. Подожди, завелась. Не видно ни хрена. Значит, я хочу, я хочу тропический... Нет, это Джин Лаверс. Это для... Не нас. Водка Лаверс. Виски Лаверс. Вот оно. Тропическая Маргарита. Так, что это такое? Блэкбери. Нет. Это не надо нам. Пайнэпл. Нет. Манго. Нет. Блин. Пайнэпл. Ну ладно, пайнэпл. Я никогда в жизни не пил ананасовую Маргариту. Правильно ли я понимаю, что эту фигню не надо сдергивать? Или надо? А, смотрите, тут фишка в чем. На каждой есть капсуле штрих-код, и они все отличаются. Я так понимаю, что машина таким образом и понимает, что ты вообще в нее запихал. Вот в чем прикол. Ну давайте тестировать. А, да, там сверху есть канад штрих-кода. Закрываем. Уже потекло что-то. Подожди, подожди. А, он говорит, какой нужен бокал. Вот, смотрите, я могу сделать mocktail совсем, типа фуфло. Light, regular и strong. По умолчанию regular. Mix. То есть он... Текила пошла! Вода, наверное, добавляется. Я не знаю, что он там делает. Пахнет ананасом. Но, народ, ваше здоровье! Ебанистический коктейль. И я даже не иронизирую. Да. Те, кто любит коктейли, поймут меня. Знаете, иногда бармен как бы хочет произвести на тебя впечатление. И такой, а бах, ну и кай алкоголя побольше. И ты пьешь, такой... Неприятно. Иногда он такой, а здесь я немножко сэкономлю и не доплесну тебе немножко. И ты пьешь, и такой, фигня какая-то. А вот это вот хорошо. Это когда прям тебе в кайф. Когда ты такой... Вот такой коктейль. Но это regular. Теперь срочно хочется тестировать, чем отличается, например, light. Будет ли он более лайтовым. Так, и в данном случае мы эту штуку... А как он ее вообще всосал? А, он ее в двух местах проткнул, короче. И просто забей. Прикольно, что ее можно открыть. На всякий случай. Можно ли ее перезарядить? Как у нас заведено. Такой сюда... Ананасового сока запихал. Такой хоббыш. Не выбрасываем. Подожди. Нужен пакет для использованных капсул. Еще пригодятся. Тут, прикиньте, есть осадок. То есть это, по большому счету, просто хорошего уровня ананасовый сок. Так, водка коллекшнс. Но я буду лемон дроп, наверное. Вот он. Лемон дроп. Конечно же, вот в такой стакан. Считал. Он, как раз, говорит, высокий стакан нужен. Регула. Другого не хочется ничего. Да, зато тут написано «Чиэрс!» Ваш коктейль готов. Блин, хочется, знаешь, такой вениновый автомат. Где, когда вот ты себе кофе мешаешь или там шоколад, подходишь, такой виски саур. Народ, ваше здоровье. Ну, лемон дроп не такой насыщенный. Но водочка чувствуется, все хорошо. Пипец, мы с вами, пацаны, сегодня надегустируемся. Так, Манхэттен. А какой вкусный, вы говорите? Манхэттен? Я еще никогда так ловко не делал коктейлс. Худоще. Блин, он прям показывает, какой стакан, даже лимончик, типа, все, чики-брики вообще. Микс, поехали. Ну, я так понимаю, что он использует всегда капсулу целиком. Какой бы ты не замиксовал сильность и крепкость, тебе все равно он израсходует всю капсулу, просто добавит разное количество алкоголя. Слушай, я ненавижу все эти виски и коктейли, по большому счету, ну, кроме Куба Либра, наверное. Но вот этот прям ничего такой. Такие коктейли классные получаются, надо Илюху угостить. Смотри, какая красота. Я тут облился. Хорошо, что у меня есть робот-пылесос. Да не простой, а с классной функцией. Берешь вот так ногой аккуратненько. Работай, дорогой. Это Эковакс Дибот Т30 Омни. И он лучше, чем робот-пылесос, потому что это умный робот-пылесос. Он получил две крутые технологии, которые улучшат уборку вашего дома. С запуском True Edge роботизированная манипула всегда остается вытянутой. Когда она сталкивается со стенами, углами или другими преградами, ее длина в режиме реального времени автоматически регулируется, что позволяет добиться отсутствия слепых зон при чистке. Вторая крутая технология – Zero Tangle. Это специальная V-образная спиральная роликовая щетка с антистатической щетиной. Такая щетка тщательно убирает волосы, не испутывая их. Когда Т30 обнаружат ковер, тканевая насадка сама поднимется на 9 мм, что и не намочить его. А мощность всасывания увеличится до 11 тысяч паскалей, быстро всасывая пыль и грязь, скопившуюся на ковре, и тщательно очищая его. В комплекте с Эковакс Дибот Т30 Омни идет автоматическая базовая станция. Она подает ему воду при температуре в 70 градусов, сушит горячим воздухом, промывает. Ну и, конечно, тут есть все, чем должен обладать уважающий себя умный пылесос. Автоматический смыв грязный и наполнение чистой водой. Автоматическая очистка пылесборника. Ссылка в описании. Ваше здоровье. А я пойду все-таки Илюшу-то угощу. Смотри, какая красота. Так, давай джин. Джина еще не было. Джин, 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 джин. А вот сидит такой, да пошел ты на *** вообще, для начала. Сидит, ***, коктейль мешает всем ***. Лучше бы iPhone распаковывал. Сильно ***. Да, он, короче, предупреждает, что в этом контейнере может быть ром-джин. Типа, убедитесь, что там джин. Йес, это он. Подкидываешь туда. О, прям джином пахнет. Слушай, ну, блин, там, короче, не просто сок. Там прям, видимо, я не знаю, что входит в коктейль Aviation. Ходить прикол, я вообще, в принципе, пью два коктейля, три, окей, ладно. Ром-кола, Блади-Мэри и Маргарита. Ну, и, кстати, я вообще не пью. Давайте с этого начнем. Ну, прям джином отдает, прям джином отдает. Кому что замешать? Давайте, я сегодня барбан. Делай стронг. Стронг? Не-не, давай регулы. Я тебе накидаю льдашек. Ну, вот это мне прям понравилось. Ты чувствуешь, как... Еще в конце такой фигель. Попробуй. Pineapple Маргарита. Regular. Учти, что такая коробка стоит 20 долларов. То есть, получается, по ингредиентам каждая капсула, это я посчитал, два с половиной доллара. Плюс бухлишко. То есть, у тебя каждый коктейль стоит, ну, окей, ладно, 4 доллара. Грубо говоря, коктейль средней руки это не тупо алкашка и какой-то один ингредиент. Это тебе вот целый микс. Ну, вот Владимири. Томатный сок, табаско, чистерский соус, как он там называется. Типа, перчик туда-сюда, это добавь. Копчу, охренеть, сколько всего надо. Подожди, я хочу еще какую-нибудь маргариту бахнуть. Блин, ну, короче, слушай, если бы у нас продавались все эти капсулы, вот прям в полном достатке, я бы был алкоголиком суровым. Просто так бухать неинтересно. А так ты сидишь такой, манго, маргариту, не хочу. Ладно, уговорили, Blackberry буду маргариту. Но ты можешь еще напихать туда, соответственно, в бокал всяких ягод. И у них на сайте продается еще огромное количество стаканов, всяких аксессов. Там, типа, ты можешь прям сильно усилиться. Blackberry вкусное. Слушай, ну и получается полноценная прям коктейльная порция. Я просто думал, знаешь, я когда посмотрел на эту капсулу, типа, она выглядит как-то жиденько. А когда это все замешалось с алкоголем, льдом и прочей с водой-фигней, то получилось норм. А сколько воды ушло? Подожди. Ну, кстати, не очень много. Вода, видимо, прям подыхит, добавляется. А, да-да-да-да, здесь концентрат, и он, типа, его разбавляет водой. Да-да-да-да. Слушай, ну выглядит прям... правда, тут у нас не сошелся этот... немножко выходит за запас, но как бы главное работает. Не, я в восторге. Теперь хочется, чтобы возили капсулы. А сколько интересно, чтобы на год хватило? посчитаем. Давай представим, что я не алкоголик, я пью каждый вечер. 365 дней в году. Давай по две. Сейчас я посчитаю, подожди. 365 умножить на 2, это 730. А там есть, короче, подожди, я скачал приложение, у меня есть подписка на капсулы. Значит, там можно купить 32 капсулы, так? То есть, 320, 30 раз по 32 капсулы. 2159 долларов. 200 тысяч рублей, и у меня годовой запас по примерно 2,5 коктейля в вечер. У меня бар, но ты должен приходить со своим стаканом, прости. Что ты хочешь? На джине, на водке, на виски или на текиле? Виски. Смотри, есть Манхэттен, есть виски саур, есть сайдкар, есть олдфэшн. Давай виски саур. Закрываешь. Все. И льда эти напихают. Это вообще гениально, я так скажу. Что ж, возьму. Что скажешь? Прикольно. Ну? Женя, ты что хотел, на джине? Ты со стаканом? Да. Давай. Давай на джине выбирать Овейшн, Росбери, Джинджер, Гимлет. Хорошо звучит. Звучит, да? Сложно звучит, я так сказал. Там что-то на ягодах. Ты как домой-то поедешь? А я сегодня без машины? Думаешь, почему мы снимаем сегодня? А это вот по-американски как-то знаю. Только сарвило получилось. Это лучший бармен, который всегда трезвый. Но с ним нельзя поговорить. Хотя, нужно знать, чтобы здесь был чат GPT встроен, и ты такой, понимаешь, в чем прикол? И Бригинь, мы с тобой все пьем, ну что? Огонь вообще прям. Нормально, да? Как в баре. Ну, вообще прям нормально. И понимаешь, мы сейчас с тобой втроем пьем разные коктейли, и каждый как бы вообще не обломался. Я, короче, знаешь, что понял? Это офигенная штука все-таки для, ну, типа, пати какой-то. Пати-приколюха, сделай себе сам коктейль. То есть, ты просто выставляешь вот эти все разные штуки. Прикольно, что не надо выбирать, из чего он как бы делает. Причем, смотри, у нас текила почти вся ушла уже, половина. О, подожди, потекло мимо кассы. Короче, плюс-минус, все, что не газированное и все, что идет со льдом, наверное, эта фигня сделает. Значит, наша задача попросить ребят из Бигиг. 20 коробок. 30, да, мы посчитали, что 30 больших коробок нам хватит на год. Вообще, недешево получается. То есть, в среднем, по моим расчетам, обыватель, не алкоголик, нужно подчеркивать, бытовой пьяница средней руки где-то выжирает коктейли на 2000 долларов. Это только в капсулах. А еще сюда добавьте текилу, потому что, вот, смотри, вот мы сделали немножко этих самых и текила просто почти закончилась. То есть, она так нифигово расходует на самом деле материал. Но я, я, короче, ровно этого и ожидал. Казалось бы, тупо машина, которая смешивает вот эту всю фигню. Может ли человек смешать то же самое? Да. Но мы еще раз приходим к мысли, что на самом деле, как помните историю с этими соковыжималками, которые там оказались разводником, когда машина стоила 2000 долларов, что-то типа того, и еще был пакетик с типа натуральным соком, и оказалось, что руками его выжать быстрее и проще. Так вот, на самом деле, взять эту капсулу, просто тупо открыть, благо тут есть хвостик, размешать водой в правильной пропорции и набодяжить стакан будет примерно то же самое. То есть, вот эта конетель, она не нужна, но она делает весь процесс веселее и прикольнее. Поэтому вайнот, более того, в у Меррики оно стоит типа 350 долларов, это не те деньги, что тебе жалко за всю веселуху. Вот знаешь, чего не хватает? Чтобы я мог просто поставить стакан и такой типа виски налей. Я ставлю просто стакан с колой и такой типа налей мне рома. Пока мы шли, короче, к обзору этой фигни, они выпустили твин фигню, то есть там можно одну какую-то подставить бутылу, и ты типа делаешь коктейли тупо на текиле. Смотри, я нашел Моктейлз 0 алкоголя, то есть это безалкогольное, Лайт 1.4 ОЗ, Регулер 2 и Стронг 3.4. Ну что ж, народ, значит, что я вам хочу сказать? Во-первых, повторяем мысль, что алкоголь это зло, это не надо бухать, но если у вас будет желание, то хочется, чтобы подобные технологии как бы присутствовали в нашей жизни. На самом деле Бартесиан это база. Я изучал интернет, и оказалось, что есть огромное количество других прикольных решений, есть еще такие автоматы, которые упрощают жизнь и барменам, и в целом для домашнего использования подходят. Я пытаюсь как бы выговорить слова, но мне влево короче, заеб... Сюда еще нужна какая-нибудь искусственный интеллект женщина, с которой можно общаться. Либо виртуальный бармен, пассажир. Вот, помнишь, там был робот-бармен? Вот такую х**у надо делать, чтобы он такой намешал тебе, еще и с ним можно было пообщаться. Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, не пишите в комментариях, что я х**у, пожалуйста. И до новых встреч, скоро увидимся, пока.